Сколько грядок, всё-всё-всё-всё-всё, сколько гараж, квадрат, сколько дом. Я уже под крышу сделала, он уже считается. Яркая салатовая жилетка, такая же кепка, сумка и планшет. Специалисты аграрной микропереписи видно издалека. Александре Баировой 67 лет. Всю жизнь она прожила в селе Одинск, поэтому местные жители её отлично знают. Охотно впускают к себе домой. Укажите общее число проживающих домохозяйств на 1 августа. Сколько вас человек? Пять. Пять человек. Так, дальше поехали. Современная микроперепись проводится в цифровом формате. Специалисты работают с планшетом. Но Александра Трофимовна для верности всё фиксирует на бумаге. Хозяйка Виктории признаётся, что из 17 соток участка 10 отданы под картофель. Остальные – под грядки и теплицы. Переписчику необходимо также уточнить, как сооружения используются вне сезона. Теплицы, какие топорники, как используют тоже этот ресурс в зимнее, весеннее время, да, и насколько всё-таки этот процесс для них важен, как для самообеспечения, или всё-таки есть население, которое, собственно, этим живёт, да, имеет доход основной или дополнительный какой-то, да, то есть вот такой вопрос тоже будет. Картофель, капуста, теплицы и наличие скота. В микропереписи важны не персональные данные собственника, а какое именно подсобное хозяйство и, конечно, его масштабы. Александра Трофимовна признаётся, что на один дом в среднем тратит до 20 минут, а вот в день удаётся обойти 15 сельхозугодий. К вечеру начинаю ходить, ну, стараюсь, конечно, часов до 8-9 пройти людей. Ну, ничего, народ дружилибный, не сказать, что прямо такой агрессивный, собак не натравливают. Всё хорошо. Ну, отказы, конечно, есть, конечно, а кто без этого-то? Есть люди неадекватные. Цель аграрной микропереписи – выяснить реальную картину сельхозпроизводителя в Иркутской области. Поэтому организаторы просят население относиться к этому вопросу с пониманием. Личные подсобные хозяйства сейчас не боялись этой переписи, потому что ряд случаев, то есть отказываются, ну, переписывать, да, себя, то есть боясь чего-то, того либо-либо. Потому что это, в принципе, поможет нам показать, какой у нас сейчас уровень сельского хозяйства в регионе. Микроперепись коснётся также сельхозорганизаций, индивидуальных предпринимателей, фермеров и садоводческие товарищества. К последним на даче переписчики ходить не будут, работают только с председателями СНТ. А у остальных соберут информацию о земельной площади, посевах, животноводстве и складских помещениях для хранения урожая. Переписчики будут работать до конца августа, а предварительные итоги подведут в ноябре текущего года. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время.